Всем привет! Это программа апгрейд, и это значит, пришло время совершить экскурсию в мир удивительных изобретений и высоких технологий. Инновационные идеи и фантастически полезные гаджеты ждут вас далее. В Южной Корее, где в настоящее время проходят зимние Олимпийские игры, состоялись соревнования по слалому, в которых приняли участие 8 роботов, одетых в лыжные костюмы. Их задача заключалась в том, чтобы быстрее соперников съехать по 80-метровому склону, вписавшись в размеченную пятью воротами траекторию. Роботам давали по три попытки, а победителю полагался денежный приз. Даже для начинающих лыжников такая трасса является довольно легкой, но роботам заезды дались непросто. Из-за мороза и сильного ветра многие из них начинали барахлить и врезались в препятствия, но некоторые все же доехали до финиша. Победителю состязаний удалось преодолеть все ворота и завершить спуск за 18 секунд. Отметим, что в декабре прошлого года два робота, созданные инженерами из Корейского института передовых технологий, приняли участие в эстафете Олимпийского огня. Тогда же сообщили, что организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане планируют использовать 85 различных роботов, которые будут встречать спортсменов и гостей в аэропортах, а также помогать им на территории Олимпийской деревни и стадионах. Работа по расчистке дорог от снега теперь может быть полностью автоматизирована. Робот SnowBot Pro от компании Left Hand Robot X является простой, но в то же время эффективной автономной машиной, которая будет чистить дороги, тротуары и площадки от снега, экономя время и деньги. SnowBot работает на газе и следует запрограммированному маршруту, который определяется технологиями GPS, акселерометрами и гироскопами. Им также можно управлять удаленно с помощью интерактивной панели. Для того, чтобы убрать снег с дорог, SnowBot использует вращающуюся кисть-лопату, а благодаря вышеуказанным технологиям способен сократить количество персонала, необходимого для уборки снега, до 80%. Отчасти это связано с тем, что машина способна перемещаться и обнаруживать неожиданные препятствия даже без присутствия оператора. По словам разработчика, оператор сначала записывает на видео тротуары и дороги, которые робот будет обрабатывать. Эти маршруты затем загружают в облачный центр, после чего они превращаются в серию команд, которые машина использует для самостоятельного запуска. Авторы проекта заявляют, что все желающие приобрести SnowBot Pro уже могут внести залог, чтобы заказать одну из машин. Однако, конечная стоимость робота пока неизвестна. Компания Ori выставила в 10 городах Соединенных Штатов Америки образцы роботизированной мебели серии Ori Full и Ori Queen. Мебель Ori может складываться, самостоятельно перемещаться и изменять форму по желанию владельца. Такие комплекты-трансформеры идеально подходят для небольших комнат и помещений. Например, спальный модуль может быстро превратить комнату в гостиную или рабочий кабинет, а может трансформироваться в просторный шкаф. На боку каждого модуля расположена контрольная панель, которая работает в связке с мобильным приложением или системой голосового управления. Интерфейс Ori позволяет изменить форму и функционал комплекта одним нажатием кнопки. Если же в доме отключат электричество, трансформер можно раскладывать и собирать вручную. Для установки такой системы в квартире потребуется всего два действия. Разместить на полу линейные направляющие и подключить модуль к стенной розетке. Сейчас в ассортименте компаний две линейки систем Ori Full и Ori Queen, которые различаются размерами. Однако, производитель намерен расширить список выпускаемых моделей. Первые комплекты трансформеров отправятся к новым владельцам уже к концу этого года. Креативный подход к решению насущных проблем подчас заставляет людей создавать поистине удивительные изобретения. То, что сегодня кажется фантастикой, завтра окажется реальностью. Что же это может быть? Расскажем мы, но уже в следующий раз. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова